Детский сад Журавушка был построен в 1988 году, когда в поселке Горького появился квартал Достоевского. Вот так посреди жилых домов уютно разместился и детский сад и стал душой поселка. В честь своего детского сада первым номером праздничной программы стал танец журавлят, а все песни и стихи в этот день были посвящены любимому журавушке. Как же садик назовется, где назвать сейчас живется, его журавушкой зовем и сейчас о нем споем. Журавушка, журавушка, счастливого пути, журавушка, журавушка, ты как не знать свети. В детском саду было шесть групп, две ясельные, четыре дошкольные, 40 сотрудников и началась работа. Первой заведующей стала Антонина Павловна Олейникова. Ее профессиональный подход, требовательная и принципиальная позиция способствовали формированию коллектива единомышленников. Сама Антонина Павловна на юбилей прийти не смогла, здоровье не позволяет, но присланные ею теплые слова поздравления зачитали всему коллективу. А поздравлений в этот день было много. 30 лет это не возраст, это вообще не возраст, это только начало пути. И при таком развитии, вот трудно даже представить, что мы увидим еще в перспективе в ближайшие годы или где-то там лет через 5-10. Потому что коллектив замечательный, стабильный, творческий, уникальный. Я искренне поздравляю вас с днем рождения, я искренне желаю вам еще успехов и успехов, потому что я знаю, в вашем коллективе это действительно будет, возможно и должно быть. Несмотря на молодой возраст, история детского сада уже делится на этапы. 1993 год. На базе детского сада открыт комплекс «Детский сад школы». В течение пяти лет его посещали школьники с 1 по 3 класс. 2000 год. Коллектив «Журавушки» возглавила неутомимая, энергичная и приветливая Елена Анатольевна Мотина. Благодаря ее таланту руководителя коллектив не просто сплотился, но и начал набирать высоту. 2001 год. Решением областной аттестационной комиссии детскому саду присвоен статус «Центр развития ребенка». 2009 год. На территории детского сада построено здание крытого бассейна площадью 195 квадратных метров. Следующему этапу истории предшествовала проблема нехватки мест для дошкольников. «Журавушка» был укомплектован на 130%. Группы переполнены. В 2014 году администрации города было принято решение о строительстве модульного здания на 60 мест. Здание было построено в очень сжатые сроки. С 2011 по 2016 год «Журавушка» является базовой стажировочной площадкой Ростовского института повышения квалификации. А в 2016 году ему присвоен статус «Муниципальный методический ресурсный центр». Вы всегда лидеры во всем. Будь то инновационная площадка, но вот в истории так сказали, мы муниципальная площадка, мы региональная площадка преемственности. Вы первые начали федеральные стандарты осваивать. Вы первые идете в новую с теми требованиями, которые нужны. Поэтому только творчеством, пусть ваша семья ширится, пусть те ростки, которые вы вкладываете в детей, дают вам позитивные результаты. Я хочу поздравить с этим праздником вас, профессионалов своего дела, педагоги дошкольного образования. Это вы, начиная с самого первого дня, когда приведут вам деток, вы вытираете носы, вы учите говорить правильно, произносить первые слова. Это вы, становясь вторыми мамами, добродушно относитесь и к родителям, с пониманиями. Большое спасибо от жителей наших поселков, потому что даже ребенок еще с пеленок, а уже он мечтает. Как бы попасть в детский садик Журавушка? За 30 лет из стен детского сада выпустилось тысячи детей, но в большую жизнь ушли и сотрудники. Светлана Соловьева теперь возглавляет детский сад «Сказка», Лариса Киселева – «Светлячок», а Валентина Бандурина – «Буратино». И в этом коллективе воспитателей точно есть большой потенциал. По крайней мере, задоры и энергии хоть отбавляй. А вот по достоинству оценить работу коллектива может директор школы, куда приходят выпускники детского сада. Дети самые чудесные, потому что они, вы видели, наверное, умеют танцевать, умеют общаться. Творческие дети, знающие дети, потому что здесь действительно готовят очень сильно воспитательные к первому классу. Поэтому у нас взаимосвязь здесь самая-самая близкая. И в силу местоположения, и в силу того, что коллективы наши все время общаются. Ну и вы, наверное, уже увидели, что мы друг у друга много хороших традиций перенимаем. Праздничный торт, свечи и фотография на память. И за работу, ведь в 30 лет жизнь только начинается. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ